В муниципальном бюджетном учреждении Дорсервис пока еще не наступила горячая пора – уборка перед летним сезоном. Как правило, подготовка к нему начинается в апреле. В этом месяце проводятся и традиционные субботники. Но благодаря не очень холодной и практически бесснежной зиме, уже сейчас на улицах поселений можно увидеть уборочную технику. Несмотря на то, что зима в нынешнем сезоне была относительно теплой и снега выпало мало, на дорогах в течение зимних месяцев было рассыпано большое количество песко-соляной смеси. Поэтому главный объем работ именно на дорогах. А их введение Дорсервиса более 300 километров. В прошлой неделе у нас была устойчивая прессовая погода, поэтому мы часть техники переоборудовали уже, демонтировали оборудование зимнее и установили поливомоечное оборудование и все, что связано с летним сезоном. Поэтому у нас половина примерно техники уже работает в таком режиме по фактической погоде. В апреле у сотрудников наступят горячие деньки. Именно в это время необходимо преобразить элементы дорожной инфраструктуры. Помыть знаки, бордюры, металлические элементы ограждения и обновить дорожную разметку. Кроме этого, сотрудники Дорсервиса займутся посадкой кустарников и цветов и украсят город ко Дню Победы. Всего в работах будет задействовано 650 человек и более 150 единиц дорожной техники. Но и в марте сделано уже немало. Мы ведем уже обрезку коронирования деревьев сезонную, весеннюю. Мы готовимся к высадке однолетних растений, многолетних растений. Очистили уже несколько прудов, которые находятся на общественных территориях. Очистили от мусора, который всплыл из-подо льда или из растающего льда появился. Внести свою лепту в уборку территории муниципалитета смогут и рядовые жители. В течение апреля на территории городского округа запланировано проведение четырех субботников. Днями благоустройства с участием населения определены 4, 11 и 18. А 25 апреля состоится традиционный общеобластной субботник. Субтитры создавал DimaTorzok